народ всем привет мне поступило предложение рассказать поподробнее что он и как происходит при переводе денег то есть есть женщины которые не знают как и свое приложение например волосфарга перевести деньги на свой счет вот теперь банки да то есть как сделать вайл поэтому я решила для вас сделать поэтапное пошаговое руководство а вот во второй части этого видео будет рекорд рекордин моего экрана на моем сотовом телефоне где я открываю приложение волосфарга и показываю пошагово куда нажимать и куда идти чтобы сделать перевести деньги через wire transfer в о тебе банк это венгерский банк который на данный этап на данном этапе работает в россии и в котором вы можете открыть валютный счет в евро значит перед тем как это сделать я хочу немножечко добавить значит смотрите криптовалюты я упомянула в моем прошлом виде что можно видео что также можно сделать криптовалюта перевод обратите внимание что если я переводила 8 января деньги с моего вэлс фарга банка я переводила на coinbase эти деньги будут доступны вам только 17 января то есть смотрите восьмого я отправила 17 января они только стали и вейбл что это означает что вот вы будете делать перевод вы зайдете на coinbase напишите добавить фонс эдфонс выберите свой банк у меня волосфарга допустим я полторы тысячи долларов перевожу они отражаются на coinbase сразу же то сразу будет написано что они у вас на счету есть но когда вы хотите эти деньги отправить своему другу или кому-то вы хотите отправить чтобы люди вам отдали рублями например эту же сумму либо наличными в россии то вы не можете это сделать аж до 17 января и только 17 января мне пришло сообщение о том что это сумма которую я отправила на coinbase 8 января она теперь и вы и был ее снять либо послать это новое веяние такого раньше не было я не знаю конечно может быть это полгода назад уже такое появилось или там но я не пользовалась coinbase наверное больше чем полгода может быть около года назад последний раз я пользовалась тогда ждать вот такого количества до 17 января не нужно причем это не важно вы в россии или в америке я попробовала через свою дочку сделать которая тоже находится в сша та же самая песня то есть она посылает например 100 долларов они появляются на coinbase в этот же момент написано что 100 долларов на coinbase она нажимает послать например на мой кошелек уже не дают то есть написано что эти фонты фонс not available to send or withdraw поэтому я вас предупреждаю если вам нужно посылать криптовалютой делайте запас не как я надеялась что там ну день-два мне достаточно нифига то есть увидите что практически до 10 дней может это дело затянуться вот и делайте с запасом то есть делайте как минимум за 10-12 а лучше за две недели потому что ваши деньги хотя на coinbase они будут отсвечиваться что они у вас есть но не конверт но вы их не можете не послать кому-то в виде крипто долларов потому что вы переконвертируете на usdc не вы сможете их оттуда забрать или назад их вытащить они просто зависнут и будут сидеть на coinbase сейчас много всяких подано в суд кейсов а вот у них там какие-то пендинг пендинг лоссют там и там бинанс вы знаете что вообще практически закрыть запретили в сша в техасе точно запретили то есть техасе бинанс даже вас не зарегистрирует аккаунт если вы техасский гражданин да они сейчас требуют верификацию своих данных и требуют верификацию аккаунта и персоналити да то есть мне заставили присылать копию фронт и бэков driver license я послала раз они говорят вы не похожи потому как фотографию свою тоже надо приложить телефон и сфотографировать себя послала второй раз они опять не похожи послала третий раз только на третий раз они меня сертифицировали то есть занял у меня еще три дня чтобы в конце концов мою фотографию приняли и решили что это я иначе аккаунт закрыт я не могла вообще деньги не выводить не заводить не вообще доступ у меня к аккаунту пропал поэтому вы если давно не пользовались даже то что у вас открыт аккаунт ничего не значит они сейчас заставляют всех обновлять приложение как только вы его обновляете вас заставляют верифицироваться и еще палец сейчас нужно приложить палец и палец будет дополнительная значит верификация через биометрику вашего пальца очень как бы это вот я послала 8 января полторы тысячи только 17 января не стали доступны второй перевод у меня был 9 января 2000 долларов тоже доступны они были 17 января то есть одновременно оба перевода неожиданно 17 января оказались очищены то есть я могу теперь эти деньги отправлять на счет моей подруги которая не рублями выноси на эти деньги крипту будет использовать для закупки какого-то своего товара за границей мне выдаст рублях по курсу эту сумму которую я тут же отправлю естественно заплату квартир это если вы идете через шаг крипты если вы идете через шаг банка значит вы будете отправлять деньги на счет отипи банка для этого вам соответственно нужно быть в россии и нужно открыть счет для открытия счета вам нужен паспорт внутренний российский вас не примут загранпаспорт и там должна быть прописка без прописки вам счет не откроют сбербанке мне открыли счет без прописки то есть я получила новый паспорт я буквально вышла с паспортного стола тут же зашла сбербанка мне открыли счет сбербанке и мне открыли дебетную карточку и кредитную карточку на 20 тысяч рублей. Потом они сами автоматически подняли кредит на 163 тысячи. Когда вы придете в ATP банк, вам откроют, и вы скажете, что вам именно нужен валютный счет, вам откроют два счета. Вам откроют российский счет рублевой, и вам откроют вот такой вот счет евро счет. Значит, смотрите, чем отличается, который вам дадут вот этот вот евро счет, он будет со SWIFT и с международным банком. Вы не переживайте, здесь все данные будут международные. И когда вы будете с Wells Fargo переводить деньги в wire transfer, вам они придут вот на этот счет. Возьмете вот эту бумажечку, обязательно просите, чтобы вам распечатали полностью все реквизиты для перевода в международный... Вы скажите, что у вас деньги в американском банке, они знают, что вам выдадут вот такой вот листочек. Смотрите, когда будете Wells Fargo вводить, вы будете вводить вот эти данные. То есть, страну вы не... Хотя у вас счет в России, покажут, какую страну вы выберете страну Hungary. То есть, вы пишете Венгрия, Будапешт, и все вот эти данные вы вводите. Понятно? Нигде здесь слово Россия не фигурирует. Поэтому вам деньги переведут. Я вам во второй части этого видео покажу, мамой пошаговый. Прямо вот я записала мой экран. Я показываю вам. Буквально я прям при вас привела сколько там, я помню, 6 тысяч долларов. При вас я переведу с Wells Fargo на вот этот банк. Я введу вот такие все реквизиты и покажу вам, что перевод прошел, я получила confirmation. Поэтому, хотя банк находится в России, но корреспондентский счет и сам банк находится физически в Болгарии. Тут находится офис. Это, кстати, вот мой Краснодарский банк. Вот так выглядит. Вот. Потом, значит, вам наряду с вот этим вот аккаунтом, куда вы пришлете вайер со своего Wells Fargo. Wells Fargo с меня снял 25 долларов. 25 долларов снимается за любую сумму до 25 тысяч. И до 25 тысяч долларов за один перевод вам не нужно идти в банк. Вы можете просто перевести со своего приложения Wells Fargo на телефоне, либо зайти в свой аккаунт в интернете и переведете через приложение, через веб-сайт. Без проблем. И так, и сяк можно. Я буду показывать во второй части видео, как я это делаю на своем, в своем приложении. Значит, смотрите, 25 тысяч долларов можно переводить в день. Это стоит 25 долларов. Можно переводить только три раза в месяц. То есть, максимальный перевод 75 тысяч долларов. То есть, вы можете перевести сегодня 25, завтра 25, и послезавтра 25. Все. Если вы свыше этой суммы хотите перевести в этом месяце, вам нужно идти в самоотделение банка и делать вайер через них. Принесите им вот эту распечатку и покажите вот эту бумажечку. И вам там сделают. Ну, фи, наверное, будут больше. То есть, может, там и 40 долларов, 50 долларов фи. Вот. Если вы не хотите идти в банк, то своего приложения вы можете три дня подряд переводить по 25 тысяч, 75 тысяч в месяц. То есть, 25, 25, 25 это 85. В этом месяце все, лимит. Если вам время как бы терпит, то в следующем месяце вы еще переведете 75. Вот вам вся сумма на вашу квартиру переведена. Либо вы можете пойти в один раз, один раз в банк вот с этими реквизитами, отправить всю сразу сумму, например, 150 тысяч долларов на этот счет. Вы заплатите 40 долларов за вайер, может, 50 долларов за вайер. Ну, что-то в таких пределах. И на этом как бы вы можете за один день перевести всю сумму, просто сходя в банк. Это up to you. То есть, я нахожусь в России, поэтому я в банк пойти не могу. Я поэтому со своего приложения захожу через VPN. без VPN в России приложение вашего банка не откроется, поэтому вам нужно поставить VPN, зайти в свое приложение в Wells Fargo. Кстати, сказать, вопрос у меня еще был по поводу Coinbase, всех остальных приложений, сайтов, если работает, работает все и Citibank, и American Bank, и US Bank у меня есть Coinbase, вы понимаете, все работает, надо через VPN будете действовать. Включаете VPN в России и доступ у вас ко всему. Значит, когда деньги ваши придут на этот счет, в евро, у вас будет вот такой второй счет, это уже российский счет, видите, тут уже все по-русски. Здесь будет получатель мое имя, номер счета получателя, здесь будет мой счет в российском банке. Из этого валютного счета в евро вы можете по курсу биржевому переконвертировать эти евро в рубли и они к вам придут вот сюда на этот счет. С этого счета вы в 30 дней не можете деньги снимать. Ну, как из другого, то есть, либо в том валютном 30 дней вы снимать не можете, и на этом рублевом 30 дней вы снимать не можете. Через 30 дней вы можете прийти, например, эту сумму снять наличными, но если вам нужно платить за квартиру, вам не нужно снимать наличные, у вас будет счет банка, где у вас ипотека, у меня, например, Сбербанк ипотека, я могу с этого счета, со своей карточки, которая у меня открыта, с приложения OTP банка просто переслать бесплатно, без комиссии, на мой эскроу-счет, то есть, где буду платить ипотеку. Мне было написано, когда я переправила деньги через Wells Fargo на OTP банк, было сказано 3 to 5 business days, я отправила в среду, в пятницу деньги я не получила еще, значит, прошло 2 дня, от 3 до 2 дней, допустим, пусть даже 3 дня прошло, я их не получила. Суббота, воскресенье, сейчас воскресенье, значит, завтра понедельник, вторник, вот я надеюсь, что понедельник либо вторник я эти деньги получу, как только я их получу, я сделаю для вас отдельное видео, сообщу точно тогда, за сколько дней приходит, надеюсь, что не будет такой фигни, как с Coinbase, и мне не надо будет ждать 10 дней, когда я получу свои деньги, то есть, я надеюсь, что действительно 3 до 5 бизнес дней эти деньги придут, я их потом перетрансформирую в рубли и отправлю сразу же там сумму, которая мне нужна на мою ипотеку, то есть, смотрите, значит, я делаю двумя частями, у меня одна часть ушла денег через Coinbase моим друзьям, которые мне окешили криптовалюту в рубли, и вторая часть у меня прошла на этот, на OTP банк, потому что у меня вот эта вот часть зависла, у меня были деньги уже висели на счету 9 января, мне нужно было до 16 января заплатить, 16 января эти деньги были недоступны, они только были доступны с 17, поэтому я часть денег отправила через банк и попросила отсрочку банка, банк не разрешил, но я была не уверена, когда, понимаете, как бы, я была не уверена, когда они появятся, то есть, их не было ни 16, ни 15, я думаю, ну, кто знает, может, они там вообще до 20, до 30 будут держать, поэтому я как бы решила подстраховаться, и остальную часть денег я отправила через OTP банк, вот, пошаговое руководство, как это сделать, я вам во второй части этого видео покажу, вот, если нужно вам показать, как переводить деньги через Coinbase, сделать такое видео, другое, то я сделаю, если есть такие пожелания, если есть просьба другие приложения, там, Bank of America, US Bank, и у меня еще есть City Bank, вот, через эти банки я тоже могу показать, где находится Wire Transfer, как найти эту опцию, как это все дело заполнить, это я могу сделать, вот, еще девочки, хочу сказать, что мне это занимает куча времени, особенно, эта пошаговая инструкция, вы видите, там очень длинное видео, мне его редактировать заняло, наверное, до часа два, очень было сложно вот эту пошаговую инструкцию делать, потому что мне нужно было скрывать мои личные данные, и это заняло мне невероятное количество времени, скрывать мои там номер счетов, и фамилии, имена, и так далее, я просто замучилась этим видео, если это действительно вам поможет, и сохранит вам время, то вы видите у меня на экране, и в каждом описании под видео донаты есть, там купите мне кофе, там PayPal есть, есть CashUp, ну, такие как бы для американских, российский SB банк, и так далее, то есть там куча options, как мне сделать донат, и если вы как бы поможете мне материально, ну, чисто оплатить мое время, которое я потратила, то мне будет очень приятно, потому что монетизации сейчас никакой нет, российские пользователи у нас не монетизируются, российские каналы тоже не монетизируются, мне, как бы, если бы это было не сложно сделать, да, то есть я пошла по улице, сняла там какие-то машины и поставила, это не сложно, но вот это видео, оно заняло мне нереальное количество труда, особенно редактирование вот этого вот записи с экрана, пошагово, как я посылаю деньги через Велсфарго, я просто уже хотела плюнуть, честно говоря, думаю, блин, это столько мне занимает время, мне должны зарплату за это платить, сколько мне времени заняло, поэтому, если вы увидите, досмотрите до конца это видео, то есть там, где будет вторая часть про пошаговое руководство, вы увидите, что вам действительно помогло, вы поняли, о чём идёт речь, как это всё сделать, и вам оно поможет и сохранит вам время, то пришлите мне что-нибудь там на кофе или так далее, какой-то донат сделайте, ну, я говорю, я уже на полпути хотела плюнуть, потому что такого, такой работы ни одно видео мне не стоило, как вот этот вот пошаговое руководство, просто как раз на плантации я пахала, чтобы это видео довести до конца, вот, ну, в общем, на этом первая часть заканчивается, где я вам показываю счета и начнётся вторая часть, где вы увидите пошаговое руководство, не забудьте мне в комментариях написать, если вам нужно ещё показать, как это делать с других банков, либо вам на примере Волсфарга этого достаточно, вот, либо вам ещё нужно про крипту показать, я как бы тогда тоже сделаю, но вообще работа, конечно, это какой-то ужас, я чувствовала себя каким-то монтажёром, чтобы отмонтажировать это видео, отредактировать и закрыть свои данные персональные, это какой-то был просто маразм, вот, вы сейчас увидите, посмотрите, сколько там скрытых, как бы, кадров, которые мне пришлось закрывать, вот, всё, как бы на этом всё, не переключайтесь, ждите следующую часть, и там пойдёт уже вот это пошаговое руководство, ждите, не переключайтесь. Всем привет, попросили меня показать вам, как делать перевод пошагово, значит, смотрите, вот вы на своей главной странице, не важно, какой у вас телефон, у меня, в частности, айфон, да, у меня банк Wells Fargo, я, значит, свою персональную информацию позатираю, чтобы вы не видели, но, мои персональные данные, но, в общем, как бы, программа будет та же самая у вас, шаг за шагом, да, значит, ещё смотрите, если у вас нет приложения Wells Fargo, то, то же самое можно сделать онлайн, то есть, вы смотрите, что я делаю сейчас в приложении, и вы будете делать то же самое онлайн, значит, смотрите, сначала мы открываем счёт в OTP банке, это венгерский банк, там будет два у вас счёта, один будет российский счёт в рублях, один будет счёт в евро, и вы получаете данные этого евро счёта, там корреспондентский счёт и так далее, адрес будет Венгрия, страна будет Венгрия, и адрес будет Будапешт, поэтому вам нужно будет эти все данные с этим листочком его держать перед глазами и вводить эти все данные в ваши wire transfer, значит, смотрите, вот я иду в Wells Fargo, нажимаю, у меня через пальчик, поэтому я заставляю пальчик, и пальчиком я захожу, так, здесь я сейчас всё закрою, чтобы вы не видели, и вот, значит, смотрите, вот вы попадаете сразу на страницу своего расчётного счёта, да, и потом идите в самый низ страницы, здесь написано Pay and Transfer, видите, написано внизу Pay and Transfer, жмите на этот Pay and Transfer, нажали, здесь у вас написано Zelle, Pay Card, Transfer Assets, Wire Money, это вот то, что вам нужно, не трансфер, не Send Money, а именно Wire Money, нажимаете на Wire Money, так, ну, туда не скажут, что переживаете с камерой, и так далее, вот видите, у меня тут были Coinbase, и так далее, куда я отправляла уже, или можно отправлять, кстати, один из вариантов, Coinbase, вы можете не просто переводить, а через обычный там Quick Transfer, который деньги появляются мгновенно, там будет лимит стоять, если вы хотите поставить больше этого лимита, то есть там от 15 тысяч долларов и выше, на Coinbase, то вы можете, в принципе, в AEROM отправить, точно так же с приложения, либо со своего онлайн-аккаунта, можете Coinbase отправить, на Coinbase вам даст ваши все реквизиты для банка, вы тоже их запишите, либо скопируйте, и вы их потом ведете, я вот водила, значит, этот, куда я переводила в AEROM, тут мои всякие знакомые, друзья, да, то есть это вот я знакомая отправляла в United Kingdom, то есть она получает в фунтах, в стерлингах, то есть я отправляю, например, доллары, она получает в Англии в фунтах, в стерлингах, по биржевому курсу, теперь у меня, вот смотрите, это Myself, Юлия, я уже отправляла, поэтому я выбираю этот банк, смотрите, это вот болгарский банк, Hungary написано, да, то есть в принципе, смотрите, если вы уже ввели документы все, то вы можете запомнить этот перевод, и вам не нужно будет снова вводить все расчетные счета, и так далее, и так далее, значит, выберите, с какого счета, я выбираю, с какого счета, вот с этого счета, я, currency какая, ну, мы отправляем в долларах, то есть у меня они в долларах, я отправляю в долларах, за конвертацию, они, конечно, сдерут с вас, transfer limit, вот смотрите, это очень важно, сейчас даже сделаю скриншот, вот этот transfer limit, это очень важно, смотрите, вы можете послать 25 тысяч долларов, daily, то есть в день, и вы можно, я сначала так и подумала, что можно каждый день отправлять по 25 тысяч, в отличие того, в итоге, за 30 дней, вот сколько вы можете получить денег, но не тут-то было, или 75 тысяч долларов, за 30 дней, то есть, либо вы можете отправить каждый день подряд, по 25 тысяч долларов, пока вы не достигнете 75, либо вы будете, то есть 75 тысяч долларов максимум, это вы можете отправить, вот через приложение сами, и вам не нужно идти в банк, если у вас больше этой суммы, то есть, либо больше 25 тысяч долларов в день, либо больше 75 тысяч в месяц, то вы не можете отправить онлайн больше, чем эти лимиты, и вам нужно пойти в банк, вот вам написано, schedule an appointment at branch, at a branch, то есть branch это офис вашего банка, и они вас туда отправят, значит, смотрите, в месяц вы можете сами, без банка, онлайн, через приложение, отправить до 75 тысяч долларов, то есть, сегодня 25, завтра 25, и послезавтра 25, то есть, три дня подряд вы поотправляли по 25, все, вы получили 75 тысяч долларов, если вам нужно отправить больше этой суммы, вам надо идти в банк, если вам нужно, допустим, получить в два раза больше денег отправить, то вы в этом месяце можете отправить 75, и в следующий месяц отправить 75, значит, либо вы пойдете в банк, и транзакция, наверное, будет 40 долларов, или больше, смотрите, если вы отправляете сами, то транзакция будет 25 долларов, неважно, какая будет сумма, одну тысячу вы долларов отправите, или 25 тысяч долларов вы отправите, вы все равно, получится, должны 25 долларов заплатить, значит, я вот отправляю 6 тысяч долларов, так, вчера я отправляла 11 в этот банк, поэтому у меня есть еще все нормально, они спрашивают, отправьте сообщение, если вы хотите, сообщение мне не нужно, банк у меня, вот он уже выбран, этот мой счет, у вас его не будет, поэтому вам нужно будет с листочка, который вам банк выдаст, все очень внимательно, очень внимательно, пересчитать, значит, смотрите, пересмотрите все, внимательно, очень внимательно, пересчитать, значит, смотрите, пересмотрите все, и вот вы смотрите, значит, откуда с вашего такого-то счета, отправите, Ну, тут временные зоны вам не нужны. Вот эти данные банка. Значит, смотрите, имя банка, он будет написан OTP Bank PLC. Меня спрашивали в комментариях, как же банк отправит, если там Россия. России слова не будет. Смотрите, Bank Country, Hungary, то есть Болгария, Hungary. Вы не будете здесь писать Россия. Россия нигде вообще не мелькает. В этом и прелесть этого OTP банка, то, что корреспондентский счет и адрес банка находятся в Болгарии. Ой, извините, в Венгрии. Почему говорю в Болгарии? В Венгрии. И как только, значит, попадают в Венгрию, а с Венгрией они уже отправляют сюда, как их называют, евро. А тут они переконвентируют рубли. Значит, аккаунт номер, это номер банка самого, вот этого венгерского, ну, может быть, это даже в самой Венгрии этот номер есть. По-моему, он будет, наверное, стандартный. Банк ID тоже будет он стандартный, я думаю, у вас у всех. Вот это вот будет стандартная информация. Bank Information. Вот, дальше, смотрите, что получается. Я пишу transfer amount, у меня 6000, будет FI 25 долларов, никаких налогов. Итого у меня уйдет со счета 6025 долларов. Exchange rate они нам, конечно, не дают. Вот, значит, recipient amount and fees not 6000, других FI 0. Итого 6000 долларов отправятся ко мне же в мой собственный евро счет в OTP банке. Но они придут в евро. Вот, по какому курсу, мы еще не знаем. То есть, тут стоит вопросительный знак. И написано, что foreign exchange rate, market changes rapidly, exchange rate can vary. То есть, они, да, они поменяются. Мы не знаем, по какой точно, как бы, по какому курсу придут. Но, как говорится, что нам делать? У нас выбора нет. По крайней мере, мы получаем деньги, которые нам нужны. Вот, все, больше тут ничего не нужно. Значит, у меня, поскольку введено уже, вот, где написано myself, Юлия, у меня введено, вам нужно будет там добавить ваши данные. То есть, вот этот, кроме того, что самого банка, информация, будет еще одно окошко. И вам нужно будет ввести свой адрес. Можете даже российский адрес спокойно вводить, ничего страшного. Можете, там нужно будет ввести ваш аккаунт number. Не вот этот аккаунт number банка, который вот здесь мы видим, он одинаковый для всего банка венгерского, для OTP банка. А у вас будет другой аккаунт number. То есть, будет client account number. То есть, ваш собственный личный аккаунт number, он будет без вот таких букв. Hungary, без него. Там просто цифры будут. Вот. Потом, значит, ваше имя, фамилия, ваш адрес, где вы проживаете. Даже страна проживания Russian Federation выбираете. Ничего страшного. Я тоже думала, что вдруг не пройдет. Ну, так, как говорится, побоялась. Но ввела все как бы без проблем, все прошло. Так. Ну, все. Отправляем send wire. А потом вы запомните, как только вы уже отправили один раз, да, вот они придут вам еще этот, для того, чтобы ваше identity, verify ваша identity, придет text message. Значит, мы его получаем. Вот, вот, код. Отправляем. Так, они скажут вам, еще раз проверьте, еще раз проверьте свои данные. Ну, я знаю, что это я, потому что я вчера отправляла уже. Убегите, что это не скам. Подтвердите, что это не скам и что вы действительно хотите послать wire. Я говорю, подтверждаю. И смотрите, в чем прелесть. Как только вы один раз вот это проделаете, вы потом уже ваши все данные будут полностью записаны. Ну, вот в этом, как бы, в history, transaction history. И вам не нужно будет каждый раз забивать эти все данные. Потому что это, конечно, будет головная боль. Первый раз забить. Потому что надо будет все данные банка самого забить, а потом все данные ваши забить. Вот. Ну, как бы, Марокко, там и адрес, и телефон. Видите, ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот это тоже вот мое имя. Мой адрес, это банка, да. И потом имя, твое же имя, ну, уже на русском, допустим, спеллинг. И адрес в России. Без проблем. А вот, OTP-банк, Hungary, account number, это все банковские номеры. Опять говорят, 6 тысяч долларов, 25 фи, итого 6.25. Ты-ты-ты, ты-ты, все проверили, если все правильно. Потому что можно еще cancel. То есть, если вы что-нибудь, ну, нашли вдруг уже после того, как вы отправили. Вот у меня написано, что you successfully submitted your wire. Что я уже отправила свой wire. Но у вас есть время 30 минут отменить. Вот будет написано cancel wire. У меня такое было, что я отправила, а потом я подумала, что зачем мне этот wire. Я там другим путем каким-то перешлю. Я отменила. То есть, 30 минут у вас есть cancel транзакции. Без всякого фи, без ничего. То есть, вам вернутся полностью те же самые деньги. Вот. И все. То есть, вы уже эти деньги отправили. Confirmation вы получили. Все. Тут нужно опять cancel wire. And send a wire. И в это же время вы получаете, соответственно, смс-ку. По смс-ку будет вам говорить, что вы послали через Wells Fargo wire transfer 6 тысяч долларов в июле такого-то числа. И потом еще раз, что ты послала Wells Fargo wire на 6 тысяч долларов такого-то числа. Есть телефоны, вопросы. То есть, эта вот смс-ка, она вам подтверждает, что вы эти деньги отправили. И все. Сидите, ждите. То есть, банк обещает, в принципе, что за 30 дней они должны эти деньги... Извиняюсь. За 3 дня они должны эти деньги вам доставить. От 3 до 5 бизнес-дней. Вот. Как только эти деньги вы получите на свой евро-аккаунт, уже в евро, то вы сможете... Ну, во-первых, у 30 дней вы не можете их не снимать, ничего с ними делать. Их можно только в течение 30 дней отправить на свой русский счет, российский счет. И их переконвертировать в рубли. И мне сказали, что 30 дней тоже их нельзя снимать в рублях. Но у вас будет дебетная карточка. Вы этой карточкой можете расплачиваться, платить. Вы можете делать перевод с этого счета, с этого банка, на счет своего застройщика, например. Либо на счет арендателя, где вы квартиру снимаете. Либо там фадевр вам нужно. Через 30 дней вы уже можете снимать саму наличку. То есть, они просто 30 дней не разрешают снимать наличные. Но вы можете своей этой дебетной карточкой, которая привязана к вашему счету, пользоваться, снимать деньги, переправлять. Моя главная задача была получить эту сумму и перевести просто на счет застройщика. За оплату за мою квартиру. И мне в банке подтвердили, что это никаких проблем. То есть, вы спокойно эти деньги получите. Значит, я перевела вчера часть денег и перевела сегодня вот при вас. 6 тысяч долларов. И посмотрим, через сколько эти деньги поступят на счет. Значит, сегодня у нас 17 января я их отправила. Вот посмотрим. Это у нас был вторник. Вторник, среда, 4... А, уже среда, извините. Это среда. Это США еще вторник. А в Америке, да, в России уже среда. Поэтому вот считай, что я отправила среду. Посмотрим, дойдут ли они до пятницы за 3 бизнес-дня. Если не дойдут, значит, посмотрим, получим ли мы их в понедельник. Я потом запишу видео и скажу, за сколько дней приходит, соответственно, этот перевод. Перевод. Ну, будем держать пальцы крестом. Потом, когда я их сниму, переконвертирую, я вам скажу, как они переконвертировали, по какому курсу, сколько я потеряла. Вот. И, как бы, дальше какие-то там еще условия будут, будут ли какие-то дополнительные фи, кроме конвертации, что-то еще будет или нет. В банке мне говорили, что никаких фи больше не будет. То есть, вот мы заплатили 25 долларов Wells Fargo и на этом все. Вот мы это все и узнаем. Все, девочки, мальчики, всем пока. Если будут вопросы какие-то еще, говорите. Я уже, как бы, сказала, как можно, кажется, step by step instruction. Если еще какие-то детали нужны, еще дополнительные вопросы, что-то я проскочила, может быть, или что-то вы не поняли, то спрашивайте. Ну, вообще, попробуйте, как говорится, методом проб и ошибок, да, методом тыка. То есть, вы откройте приложение, найдите слово wire transfer и просто follow the direction, да. То есть, вводите данные, которые вас спрашивает банк и все будет у вас хорошо. Это не rocket science. Вы должны, как бы, спокойно со своего приложения, либо с банковского счета, ну, в браузере суметь это все дело отправить. Все, всем до встречи. Давайте до связи. Пока. Продолжение следует.